Благодаря огромному размеру, увидеть Юпитер можно даже без телескопа. Юпитер испускает странные звуки или так называемые электромагнитные голоса. Юпитер весит в два с половиной раза больше всех остальных вместе взятых планет Солнечной системы. Ярко в небе горит Юпитер. Сам по себе он не светится, а, как и Луна, просто отражает солнечный свет. Юпитер — самая большая и самая тяжелая планета Солнечной системы. Вокруг него вращается 67 спутников, самый крупный из которых даже больше Меркурия. На Юпитер не получится приземлиться, потому что он почти целиком состоит из газа. Каждый поворот вокруг своей оси он делает всего за 10 часов. Такое быстрое вращение приводит к различным атмосферным явлениям, таким как ураганы и грозы. Один из таких ураганов — большое красное пятно. По размеру он больше, чем Земля, а длится уже не первую сотню лет. Вот такой он — бушующий и яркий Юпитер. Облака на северном полюсе Сатурна образуют гигантский шестиугольник. Самый крупный спутник Сатурна — Титан и единственный среди спутников Солнечной системы, у которого есть атмосфера. Кольца Сатурна в большинстве своем состоят из частичек льда. Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размеру планета в Солнечной системе. Он относится к газовым гигантам, которые состоят в основном из различных газов и не имеют твердой поверхности. Если бы можно было кинуть Сатурну в воду, он всплыл бы на поверхности, так как водород и гелий, которые составляют большую часть планеты, легче воды. Сатурн знаменит благодаря своим кольцам, которые состоят из огромного количества ледяных частиц размером от пылинки до трехэтажного дома. Чтобы проехать вдоль одного из колец на машине, нам понадобится путешествие длиной больше года. И при этом они настолько тонкие, что, находясь на экваторе Сатурна, мы бы их даже не заметили. Властелин колец, или как по-другому называют Сатурн, является самой дальней планетой, которую можно увидеть невооруженным глазом. Уран вращается, лежа на боку. Уран — самая холодная планета. Из-за гигантских давлений уран может быть усеян алмазами. Долгое время люди считали, что планет всего шесть, потому что их легко увидеть на ночном небе. Уран, седьмая планета от Солнца, была открыта намного позже, уже с помощью телескопа. А назвали его так в честь древнегреческого бога неба, дедушки Зевса. В отличие от других планет, уран вращается на боку. Предположительно, такой наклон он получил из-за столкновения с крупным телом размером с Землю. Как и у Сатурна, у него есть кольца, но только они темные и совсем не отражают свет. Вместе со своим братом Нептуном уран образует группу «Ледяные гиганты». Потому что из-за удаленности от Солнца света и тепла до поверхности доходит настолько мало, что даже днем там сумерки и жуткий холод. После открытия урана прошло 60 лет, и на небольшом участке его движения стало понятно, что есть неизвестный объект, который влияет на траекторию его движения. Так сначала был предсказан, а позже и обнаружен Нептун — восьмая планета Солнечной системы. Год на Нептуне длится 168 земных лет. С момента открытия на нем прошел только один год. Нептун в 30 раз дальше от Солнца, чем наша планета, поэтому там жутко холодно. Атмосфера Нептуна в основном состоит из водорода, постепенно переходя в жидкий океан и лед. А далее следует мантия и раскаленное ядро. Там дуют самые сильные ветры в Солнечной системе. Их скорость может превышать 2100 км в час. Нептун еще плохо изучен и готовит много сюрпризов для открывателей. За 15 лет работы в космосе Хаббл сделал более одного миллиона фотографий. С помощью данных с Хаббла доказано, что процесс формирования планет происходит у большинства звезд нашей галактики. Хаббл был запущен в 1990 году и вот уже более 20 лет трудится на орбите. Ты, наверное, замечал, что в городе звезды светят не так ярко, как на природе. Это потому, что свет от больших городов затмевает свет от далеких звезд. Поэтому телескопы обычно размещают высоко в горах, подальше от городов и лишнего света. Там можно увидеть гораздо больше звезд. Но даже в таких обсерваториях многие явления увидеть невозможно. Тогда ученые решили отправить телескоп на орбиту Земли. Это был телескоп Хаббл. И благодаря ему мы смогли увидеть еще больше. Но тоже не все. Хаббл открыл множество интересных фактов о нашей Вселенной. Нашел новые галактики. Показал, как выглядят туманности, далекие звезды и некоторые планеты. Ежедневно Хаббл отправляет 80 гигабайт различных данных на Землю, где ученые более подробно изучают их. Субтитры создавал DimaTorzok